я тебе потом расскажу шутку сейчас расскажи может быть кто-то тоже посмеется посмотри шутка я потому что не помню там на английском что-то там он типа которые два черных классные я люблю серию где он приходит саламкаться как президент со всеми саламкаться когда к черным подходит такое как казах здорово да нет у меня только нету тема ну нет у меня все маякин ты тоже же афгане афганцы калмыки нет мы это больше наверное про рукопожатие да да но типа что это они же понимали что у них есть свое рукопожатие брать брат арсисты one community это же бра не про то что тебе не нравятся другие люди а про то что ты с ними в одном комьюнити находишься у вас вы шерите культуру вместе вы знаете единственное различие которое меня напрягает иногда это когда вот даже вот я прихожу там типа о салам салами мне там здорово я такой ох блин здорово сказали я хожу просто в триатлон ну там очень много русских ребят и я прихожу со всеми салам 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 алейкум салами мне там все здорово здорово как сам здорово да зерно я не сдаюсь я всегда салам куришь братство кольца боб джереснет ну короче такое братство да я знаете чё знаете я я чё хотела я шла я знала что я сразу что-то шла короче на жаха киатканда мен бильдым короче менуезым сурак куеғым келеп турганды потому что мен жалпы журналист болганыхтан сурак ка жалп беру дымис сурак куеғуға юринге мэнды ага короче был замандаст у нас гостях асем жапишева салем это ержан у нас на замандаст есть принцип мы никогда не зовем гостей за деньги не платят нам и не платим мы мы делаем подкасты благодаря нашим партнерам которые верят наш проект у нас новый партнер который поддержал не только наш студийный подкаст но и новый проект о который мы будем говорить ближе к ноябрю мы постоянно учимся развиваемся и чаще задумываемся о том как управлять своими деньгами я говорю об инвестициях если вы как я в этом новичок тогда можно обратить свое внимание на услугу банковский депозитный сертификат это такая ценная бумага которая отличается от традиционных кладов наиболее высоким уровнем доходности во-первых гарантированная доходность вы получите высокую процентную ставку которая начисляется на всю сумму ваших вложений вы заранее будете знать какую прибыль получите в конце срока банковский депозитный сертификат не гарантируется к фгд но и вознаграждение выше чем депозитах до 18 с половиной процентов второе низкий уровень риска home credit bank имеет высокий рейтинг банковской сферы на рынке казахстана и прогноз стабильный от международного рейтингового агентства фич рейтинг а также является частью международной инвестиционной финансовой корпорации ppf то есть ваши средства надежно защищены и сохраняются банки на весь срок инвестиций ну а третье это простота вы можете с легкостью купить депозитный сертификат в мобильном приложении home credit bank или в любом отделении банка вознаграждение по депозитному сертификату начисляется на текущий счет ежемесячно и этой сумме вы можете свободно пользоваться или же эти деньги можно реинвестировать и положить на депозит с возможностью пополнения и снятия и получить дополнительный процент от вознаграждения по банковскому депозитному сертификату посмотрим как получится у нас интересно мы тебя очень давно ждали на самом-то деле и я помню такси таксист молодой человек которыми работал работал таксистом повернулся когда будет асемжапиш такси драйвер но он еще как раз таки и преподаватель в казгу то есть я помню эту историю на подкасте рассказывал что часто встречаю преподавателей которые по вечерам таксуют вот он был один из всех только интеллигентный достаточно молодой человек смотрит за мандас преподавает казгу и иногда подрабатывает такси ну такси на яндексе и вот и он просил говорит обязательно позовите асемжапишу я знаю я знаю одного замминистра который работает таксистом на яндексе прикиньте по вечерам но это очень круто попасть такому таксисту представляешь который ломает все стереотипы ну да обычно садишься там начинает кто-то хаять ой там сделать это не а вот тут прикинь он не то что хаять он аргументирует тебе еще не он говорит не дай контакты я разберусь что там у тебя происходит а ты там ругаешь да я сейчас разберусь так ты говоришь пришла к нам тоже с вопросами я короче самбар давай держи как она про диаса хочу спросить про диаса да мы бы тоже хотели бы с тобой ну там смотри да типа там уже сколько лям есть просмотров мне кажется уже есть будет кажется это же такая тема когда казахи что-то делают за границей это всегда всем заходит даже если это в тюрьме человек отсидел все равно всем интересно да и но я все равно не ожидал что будет такая бурная реакция ну как бы чё люди ожидали расскажите как у вас вообще да что у вас как послевкусие какой-то постмортом что только что только этот подкаст мне дал как и спектр эмоций нам только не подарил ну давай мы начнем с самого начала там что но мы за этой историей давно следим знаем вообще диаса раньше знали нет мы не знакомились познакомились перед подкастом да да перед подкастом заняли за две недели буквально то есть мы все его историю я давно хотел что-либо сделать какой-либо репортаж потому что вся принципе моя тема я так недавно даже анализировал это все равно было про казахов в сша да то есть это такая одна из то есть казахи за рубежом это моя тема и и кейс там диаса кадрбаева и второго парня азамат тоже когда для меня это такой кейс очень был как журналисты достаточно такой интересный я бы хотел я в любом случае загадывал себе что когда-нибудь я сделал историю про них то есть каком формате нет так получилось что подкаст он услышал было подкасте ему кто-то там сказал если ты когда-нибудь захочешь рассказать свою историю то было бы круто это дать ребятам из-за мандас и мы это услышали мы ему сказали то есть мы также передали сказали мы бы мы бы с удовольствием бы записали бы с ним подкаст и все и вот мы с ним встретились он попросил встречу обычно мы не встречаемся ну так получается мы не встречаемся до подкаста с гостями вот но для него было важно что мы встретились мы встретились мы переговорили то есть первая встреча была очень такая да достаточно мы очень много что спросили там даже в первой встрече что наверное я не пожалел что с ним встретился такой ну блин лучше бы я все это бы на подкасте. А, все свежие эмоции все ушли. Да, да, потому что я уже услышал. Ну, в этом проблема всегда. Типа, готовиться хочется, но, типа, свежак уходит. Критика же прилетела нам за то, что мы не остановились на моменте, когда он рассказывал про рюкзак. Вазелин. Да, да, да. Вот тогда мы как раз-таки с ним встречались за неделю, ну, то есть до подкаста, чтобы в целом познакомиться. Он нам как раз-таки остановился подробно и рассказал про то, что и тогда он как раз-таки говорил, что там в фейерверке вазелин, но он говорил, что эти детали не участвуют. То есть ФБР их снял как улики. Главный улик — это был компьютер. И про кепку, которую он говорил, помнишь, он остановил, даже рассказывал про эпизод с полицейским, что полицейский спрашивал про эту кепку и говорил, какая классная кепка. Все это в комментариях люди думают, что это та самая кепка. Я так тоже подумала. Я думала, это та самая кепка. White cap, да? Да, да, да. Царнаев, да, он юный? Да, это была не та самая кепка, это кепка, которая просто была таким с интересом слоганом, там, таким-то. Вот. И в нам тогда, когда мы спросили, зачем ты это взял, он говорит, что, ну, вот я просто взял, захотел, мне показалось, мне показалось. Помню его слова. Он говорит, я понимал, что это сюрвиз, скорее всего, не он, но если даже он, эти вещи вряд ли ему нужны. И он их брал просто, потому что я хотел их использовать для себя. И когда я уже пришел, тогда моего девушка на тот момент сказала ему, ты дурак. на этом, ну, это может навредить. А Диас вообще видел реакцию людей? Диас изначально, вначале не понял, он как-то пропускал, а потом через неделю он мне написал, сказал, я, теперь я понял, почему ты на меня злишься, и мы тогда с ним встретились еще раз. В Распутастанном, да? Ну да, потому что меня сразу Распутастаном говорят, и понимаешь, ну, я не то, что, там, это не повод, знаешь, искать вину, я считаю, что во-первых, мы виноваты в том, что надо было нам действительно, ну, мне, я считаю, что мне, как журналисту, надо было остановиться подробнее. Но это не произошло, не произошло, что люди зацепились, ну, зацепились, да, имеют право, то есть имеют право критиковать, мы имеем право ошибиться. Но я считаю, что в этом подкасте было очень много крутого сказано, очень много, действительно, там, такая гораздо сильная история, которые, которые, ну, которые немножко этот хейт и комментарий немножко сбили эмоцию. Ну да, но в то же время я немножко почему понимаю, потому что, когда занимаешься какой-то историей, замыливается взгляд иногда. И я вообще изначально даже не поняла, что там было пропущено, или нет, хотя я за этой историей следила. Я знала про все эти детали, читала все эти статьи. Я думаю, что у нас тоже... Погружаешься, да, ты забываешь, как бы тебе кажется, что все и так про это знают. Я когда, например, статьи пишу, мне тоже бывает, что, типа, я просто упускаю какие-то моменты, которые мне кажется, что уже зачем это опять обсуждать, когда это и так всем известно. День себя, кто, по-моему. Да, у нас вот примерно-примерно кажется вот такая была эмоция. Ну, то есть тут и так, и так со всех сторон. То есть в целом претензия такое, что есть некая романтизация. Я сейчас начну, у меня сейчас... Короче, да, я же все начну. Вы все подпишитесь сначала. Не-не, все. Амантизация, блядь. Охренели что ли? То есть вот претензии какие? Мне интересно. Нет, несколько претензий основных. Это то, что мы его героизцировали, делали из него героя. Но у вас не было такой цели. У нас не было задачи. То есть... Ну, у меня не было точно, у нас не было. Окей. Второе, одна из причин, что он лукавит, и мы не сдажали его, и мы не были информированы хорошо. То есть я помню эту информацию, но я действительно сам не обратил на это внимания. Мы два раза останавливаемся, и никто не обратил на него, не только я. И у нас редактор, который, Кайратсман, он тоже на это не обратил внимания. То есть там, понимаешь, это какая-то цепочка. То есть я считаю, что... А то, что люди зацепились, знаешь, вот первый комментарий зацепились, потом же там волна же. И все. И люди начали только обращать внимание на момент, который мы пропустили. А все, что дальше идет, уже немножко... У них взгляд замылен был. Еще какие претензии были основные? Короче, я вам скажу, как это было. Я утром проснулся где-то в 5.30. Пробежал 200 километров. Да. Я еду на тренировку, и мне звонит Кана. Где-то в 6 уже вот звонок, и он мне звонит и говорит, блин, мы с тобой накосячили, говорит, блин, просто там съедает твиттер, столько пишут. Я говорю, подожди, а что случилось? В чем дело? Он не сказал, что у него в рюкзаке были фейерверки. Я такой, ну хорошо, что это меняет конкретно? У него был комп, который... Это куда важнее улика. Фейерверки, это не такие фейерверки, что там какая-то, знаешь, базука или что-то. Это вот эти у нас, Новый год, которые... Просто в Штатах, не во всех Штатах разрешаются эти фейерверки. Ну окей, ну из этого и бомбу не сделаешь. И это он мне сказал не потому что он пытался... Это везде доступная информация. Он просто... Это не было для него важно. Он буквально пришел поговорить о том, как он сидел, о том, что он... Да, да, потому что... Что после, после факта. Нет, а что? Мы сейчас... Мы что, позвали? А я останавливался ради, чтобы люди понимали, что они были в курсе. Мы же не позвали его, мы же не позвали его судить здесь или что-то еще. Мы позвали его, чтобы он рассказал нам свою историю. Да, тем более мы не хотели одевать, знаешь, халат. Парень... Вот этот плащ судьи, судить и быть прокурором. Парень отсидел. Ну мне кажется, может быть, люди хотели, чтобы он просто как-то прям раскаялся, не знаю, слезу пустил. Но это же тоже... Ну он жалеет об этом, да? Пацан отсидел 6 лет, из них 2,5 года в карцере. О каком раскаянии идет речь? Вы что? Вы что, офигели что ли? Ну в смысле... Если бы что-то он сделал... Нет, люди умерли, подожди. Люди умерли. Люди умерли, но они умерли не из-за него. Правильно? Ну да, но у него есть часть вины. В смысле, он, мне кажется, ее все равно должен понимать. Там есть еще, там говорится, что полицейский, который... 26-летний полицей, который умер уже после, ну то есть после теракта, который Джо Хартер, Найфи и 2 братья убили его. Полицейский забрали пистолет. Кстати, да, да, да. Его бы раньше раскрыли. Там говорят, что да, если бы Диас и они бы сдали бы об этом компьютере, об этих деталях бы рассказали бы раньше, то время их бы побыстрее поймали бы. То есть об этом пишется. Или же наоборот. Но у тебя было ощущение от разговора, что он это осознает, что как бы... У меня было полночение. У вас вообще было у вас? Конечно, ну то есть... Конечно, было ощущение, что он осознается, он себя не делает героем. Он, как есть в этом подкасте, говорит, что это была ошибка. Я был тупой. Он все время говорил, что я был тупой. И нам при не на камеру. Говорю, ребята, я просто был, ну вот такой, я был заржавшийся тупой студент. Я не понимал. Мне было 18-19 лет. Лежан, продолжай. Да все, я не могу. Не, ну просто мне кажется, это очень круто, что вы такие вопросы поднимаете, потому что мы, как общество, многие темы не обсуждаем. Потому что здесь отрагиваются, кроме этого, еще много тем. Например, отношения к казахам за границей. Почему мы все время... То есть какие-то такие вещи, да? То есть наше обсуждение вообще вины. Например, прошел Кангдар, и люди с таким жаром не обсуждают вину чиновников, как они обсуждали с таким же жаром вину Диаса. Типа здесь как минимум 250 человек умерли. И меня поражает, насколько большая разница между вот этим кейсом, да? Хотя бостонский марафон – это трагедия, но в то же время, камон, у тебя под боком что произошло. Меня бесит, что нету такого же количества людей, которые по этому поводу бы такие же вещи говорили. Нет? Да. Вот эти вещи. Мне кажется, люди научатся через, может, Диаса? Типа через этот кейс? Опять-таки, это тоже, знаете, вот прийти, отсидеть, да, вот столько лет, да, прийти, он еще сколько молчал, да, прийти и обо всем этом рассказать, это тоже, ну, нужно мужество для всего этого, да? Если бы я была на его месте, я бы не пришла, если честно. Я бы не пришла. Вот он пришел, и он рассказал, что, ребят, вот у меня вот такая у меня была жизненная ситуация. Да. Вот, да, это мое студенчество, это моя глупость. Он отсидел. Что бы там ни было его, ну, он, он, он отсидел, понимаете? Ладно, если бы он как-то бы вот ушел бы, да, там, или вот сейчас пришел бы, нифига себе. Или сейчас бы идет суд, и мы хотим его объелить уже. И мы ни в коем случае не пытались из него сделать какого-то героя, блин, национального, что какой он красавчик. Ну, опять-таки, выйти из карцера через два с половиной года в здравом уме, и вообще, ну, это тоже, это тоже многого стоит, на самом деле. На мой личный. Опыт, о котором следует рассказать? Ты имеешь в виду в таком плане? Не то, что опыт, о котором следует сказать. В целом, в целом, такое пережить, на мой взгляд, это человек смог. И, да, я понимаю, почему там, да, были вот эти предъявления, предъявы со всех сторон, что вот, но опять-таки, я не вижу какого-то специального с его стороны, по крайней мере, я не заметил, да, там, что он это сделал специально. что он нарочно хотел нас обмануть. Да, если он это сделал, по тупости, ну, хорошо, он отсидел за это шесть лет. И вот, неужели вот сейчас, спустя столько времени, все равно появляются люди в интернете, которые говорят, что он террорист? Я не согласен с тем, что он террорист, допустим. Фиг его знает. Нет. Это моральная дилемма, да? Моральная дилемма. Да, ну, мы не ожидали, то есть я понимал, что будет громкий, я понимал, что будет громкий репортаж, наверное, мы были сами не готовы к тому, что это будет такой резонанс, что его посмотрит каждый практически, ну, там, каждый казахстанец, его очень много посмотрели, это люди, которые никогда не смотрели за Мандаса. Каждый с 19-й. Да. Хотя нет, кыргызов же много смотрят за Мандаса. Да, да, да. По-моему, я по твиттеру, но у меня такое ощущение, в Кыргызстане дофига людей смотрят за Мандаса. Кыргызстан, мачлав. Я тоже люблю Кыргызстан. Да. А это какой мастер был мать? А, вот еще одна из критиков, которая нам, что мы даем микрофон, мы не имели права давать ему микрофон, потому что это вот... Нет, здесь я не согласна. Одно из последствий это того, что... Если бы это был какой-то маньяк-педофил, его интервьюировать, я не думаю, что есть смысл. А здесь у нас гораздо сложнее история. Здесь нету черного и белого. Здесь очень много слоев. Самый жирный из которых, то, что он был молодой реально, да? И, скорее всего, не знаю, много курил, я так подозреваю. Ну да, он же говорил. И как бы, ну здесь... Я не оправдываю его, да? И опять же, про твой вопрос. Я делала много ошибок в своей работе. Я капец много раз попадала в такие ситуации, когда ты уже что-то сделал, написала статью, смонтировала, что-то выпустила, смотришь и видишь, насколько это сильный, ну, проеб. И проблема нашей работы в том, что ее видят все сразу, результаты. И у всех есть мнение по этому поводу, да? И как бы... Понятное дело, что на том моменте можно было зацепиться, сказать, так, 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 ты не сказал почти, где вазелин, где фейерверки. Или там заставить его, опять же, да, ну не расплакаться, но прям произнести эту фразу. Ну, не знаю, задним умом можно... Можно было бы все сделать. Ну, это уже не сделано. И я, ну, я изначально не хотел форму такого, я не хотел форму судей, я просто человеку дал высказаться, да, пусть он расскажет свою историю, так как он ее видит. Он рассказал ее историю, мы ее, мы дали ему микрофон, да, мы за это берем ответственность, потому что я считаю, что изначально его цель и наша цель, она совпадает в том, что на таких ошибках люди могут учиться. Честно, я горжусь этим подкастом, я горжусь, что это история, что мы это сделали, потому что, ну... Научились многому. Вообще многому научились, да, и в целом хороший опыт. То есть, и мне кажется, что этот подкаст все-таки останется таким один из легендарных, такой летописей, которые будут обсуждать. Ну, самое, мне кажется, клевое, что вы сделали в этой ситуации, это не закрылись, а начали об этом говорить и как бы отвечать. То есть, и это, мне кажется, круто, потому что это прямо показывает, ну, какое-то уважение тоже к зрителю, нет? Правильно? У меня интересная мысль появилась, когда этот подкаст вышел, и там дуальная реакция просто на Ютубе в комментариях, где все такие батыр, бзгут, назад. Да, да. Мы тоже это не ожидали, что мы на это выставили. Да, вот люди сами выстроили из него героя, и на фоне, наверное, этих комментариев на Ютубе в Твиттере уже начали реагировать, будто вот... Это мы сделали. Да, это вот команда Замандаса специально его позвала, чтобы обелить его имидж там и так далее, и тому подобное. И мне есть вот такая мысль же, автор мертв, да? И тут, по сути, вот то же самое произошло. То есть, наша команда выпустила этот подкаст просто на растерзание всем зрителям, да? И там уже как будто мнение команды уже не учитывается абсолютно. То, как люди реагируют, особенно в Твиттере, особенно вот в Ютубе, в комментариях. И мне самому кажется, что это, ну, очень классный выпуск получился. Очень, ну, не скажу гениально, не скажу самый лучший, но то, что он такое влияние оказал, разделил Казахстан, по сути, Казнет там, и ближайшие цифровые там пространства на два лагеря. Одни поносили нас, другие восхваляли Диаса. Это очень интересно было наблюдать, на самом деле. Одно дело не осуждать, другое дело писать наш баттер. Типа, камон. В чем суть? Не понимаю. Типа, зачем называть его наш баттер? Люди, которые так написали, они должны в зеркало посмотреть и спросить, кто я вообще? Какие у меня ценности по жизни? Нет? Нет? Ой, я не знаю, я уже запутался. Нет, я понимаю, я понимаю, я понимаю, о чем речь. ну я поняла, что ты говоришь. Вот про баттер меня прям зацепило, даже не подумала про это. Ну, мы это не вкладывали. Да, то есть, ну мы же не можем же отвечать за всех комментариев, за то, что как воспримут. Мы не, у нас не всегда получается угадывать, знаешь, настроение народа и как под Казбас будет. Он виноват, он сделал свое преступление, он за это отсидел и все как бы, да, могли дать больше, то есть, легко могли бы дать больше. Дали сколько дали, да, то есть, но так как часть он наш казахстанец, да, это казахстанская история, да, она нам интересна и надо ее было расследовать, да, как смогли так сделать. Да, 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 Это заседание этического совета Замандаса. Нет, мы же хотели сейчас с тобой это обсудить, но насколько, насколько сейчас этично вообще существовать, существовать и заниматься журналистикой, потому что точно сейчас журналист. Есть ли какая-то стандартизация того, каким быть журналистом, хотя мы не называемся журналистами, но условно мы вообще занимаемся ли мы журналистикой, или это что мы занимаемся меди, но кто эти правила сейчас нарисовал, почему есть новая вот эта условная новая этика, да. Вы считаете, что вы придерживаетесь новой этики? Что такое новая этика по твоему мнению? Вот я и хочу и разобраться, потому что у меня есть ощущение, что мы наступаем почти на те же самые грабли от подкаста к подкасту, а, окей, в этот раз кого мы задели, в этот раз чего-то именно он, который скамил из-за страны, да, скамил из-за страны, один легендарный подкаст, он меня поразил очень сильно, именно, ладно, не сам подкаст, а отзывы, которые мы получили, и я обалдел от того, насколько, насколько наша аудитория, насколько народ в целом нас смотрит, насколько он тоже переменчив в своем настроении, то есть до этого все два года мы говорим, мы разбирали, я помню даже предновогодний выпуск, где мы сделали событием года, это то, что вот казахский язык стал популярным снова, да, то есть он... Что он наконец вышел в русскоязычное пространство, и проблемы казахского языка наконец-то появились в этом медийном поле, наверное, да? Мне кажется, вот это лучше, потому что казахский язык... Мы сказали, что мы прям, мы прям, мы прям дали как называется эта премия? Открытие, это было, это было, это было, это было открытие, того года, что очень-очень-очень часто мы говорили о казахском языке, о том, что его нужно внедрять, о том, о том, ну вот, мы начали критиковать все эти заведения, у которых не было меню на казахском, о том, что не пелись песни в каких-то заведениях на казахском, контента на казахском. Да, контента на казахском было очень мало, и мы говорили, йоу, как классно, что это все вновь вернулось, что это стало, что это стало очень востребованным, что это стало круто, что это стало модно, песни на казахском, клипы, классно, все пошло. Мы проговорили весь тот год, пришли на IT1, приходили чемпионы по боксу, со всеми разговаривали на казахском, всех слушали. Да, никого не дискредитировали. Да, никогда, ни в коем случае. Халай, 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 И самое, что интересно, самое, что интересно, один выпуск, один выпуск. Потому что там русскоязычный был выпуск, я из-за него взял. Но ты вот только один выпуск посмотрела, скорее всего. Нет, у нас было еще 6, из-за 9 выпусков. У вас енглик был на казахском, я смотрела. 6, да, come on, Аршат, кто бы не пришел, как удобно. То есть у нас никогда не было там, давайте вот сегодня, не разу. Я просто, я просто вот это все, мне вот рассказывали то, что Ершик, тебя там пипец хейтят вообще в комментариях, да. Я ни разу не заходил. Я прочитал два раза, увидел, я такой, окей, если вы так решили, то хорошо. Но тогда это все, это просто стирает все предыдущие два года от того, о чем мы говорили все это время, понимаешь? И поэтому я уже, и поэтому я больше не читаю так сильно комментарии, потому что народ сегодня прям вот так тебя поднимает, все, а потом завтра вот, типа вот, знаешь, и все. И поэтому... Конечно, ауртет. И люди, которые говорят... Люди говорят, когда говорят, ну легко относись к этому, я такой, ты не протоптал мои шаги, чтобы легко относиться к этому. Я не могу к этому легко относиться, потому что, извиняя, Замандас забирает у меня сейчас полноценно стопроцентное время. Замандас сейчас забрал у меня мое любимое дело снимать, заниматься любимым своим делом, снимать кино, документальное кино. Я у меня просто... я, кстати, я, кстати, сделать какую-то в момент паузу, потому что и все-таки вернуться, и доснять все-таки свой фильм, потому что нереально. Каждую неделю у меня стресс. То есть мы снимаем Замандас, он выйти должен, я его должен миллион раз перепроверить. Вот сейчас только что мы стояли в рендер, мы его перерендерили просто потому, что мы нашли брак на звуке. То есть это человеческий факт, мы делаем иногда, нет-нет, ошибки, но нужно все время это перепроверять. Люди говорят, масштабироваться, нанять команду. Нет, это душевный проект, где ты вкладываешь душу, ты не можешь все это взять, автоматизировать. Если мы это автоматизируем, тогда все это пропадет. Пропадет то, за что любит Замандас, за его лицо, за его такое, что мы очеловечиваем этот проект, понимаете? Для нас он такой. И, конечно, он забирает все полноценно. Мое 24 на 7, я перестал уже деньги зарабатывать, потому что Замандас мне не особо деньги приносит, вот так как проект, понимаешь? То есть это моя отдушина, которой я позволил... Ну, вот эти он приносит, но не приносит настолько, сколько бы я мог бы зарабатывать, ну, на другом, если бы это время использовал бы в плане коммерции, да? Ома. И, конечно, в этом плане, да, и хочет, Я много рассказывал про это, просто люди не смотрят, видимо. Не, но забывают же. Я занимаюсь в сфере хорики. Не, я знаю, в смысле, это просто... Да, люди тоже знают многие. Ты не смотрел наши потесты? Знаешь, я бы о чем поговорил? Вот здесь как раз-таки наша аудитория знает, чем я занимаюсь, чем она занимается. Но наша аудитория, быть может, не совсем владеет информацией о том, чем занимаешься ты. Я бы хотел, на самом деле, с самого начала, почему, поговорить о том... Я надеялась, что у нас время закончится. Нет. А то, кто ты? Давайте поговорим, давайте я пришел с вопросами. Кто ты? Это наша территория, let's go. У меня была стратегия, я ее придерживалась. Нет, все, мы ее сломали теперь. Потому что мы совсем познакомились, по крайней мере, я лично, точнее, я лично познакомился со всем в прекрасном городе Амстердам. Но наша программа того дня была настолько расписана, что нам особо-то и не удалось познакомиться, ближе рассказать, кто чем занимается. Не, ну классно погуляли зато. Мы превосходно погуляли вообще, прекрасный Амстердам, прекрасная погода. Помнишь, яхта проплывала с этой девушкой, которая выглядела, как капитан такая, знаешь? Да, ладно, уходим, а то в топе, давай, давай. Расскажи, расскажи нам, мне лично и всем нашим зрителям о том, кто ты и чем ты занимаешься. Я потому что знаю поверхностно. Я очень смешно, да. Я думала... Просто человек только покинул студию. А, сейчас проедет? Ладно, кинем. Я думала, кто-то заходит, прикиньте, полиция такая заходит в этот момент. Все, заканчивайте. Шучу. Я, журналисты, сайыстепел сендимын, сценаристы, жалпы, өзімді, ағартушылықта, медиада, журналистикада көрем, сөзбен жұмыстеген плақсы көрем. Казахшаға келгенде, бір ғызық жері, мысалы, Алматта тұрсаң, сөз бе-сөз, қазақша ешкіммен сөйлесе алмайсын. Неша. Таксистермен, мысалышын немесе, кафеде жаңды, даяшылар сөйлесет қазақша, а бұлай. Мен айналандағандар көп сөйлімейді, сонықтан мен өзімнің акцентім бар. Тамағым аруттар. Сонның күшкене айта етенде. Есть ощущение, что ты очень боишься, что тебя заканцелит казахское общество, если ты, допустим, сейчас не будешь говорить на казахском языке на нашем подкасте. Нет, нет, нет. Или же ты будешь говорить с акцентом, но ты боишься, что тебя заканцелит казахская язычная аудитория. Или тебя заканцелит... Есть очень ощущение, что ты немножко боишься, потому что как раз ты человек тот, который двигается по новой этике и боится просто расслабить булку и сказать, Ребята, это я вот такая вот такая. Давай узнаем. All the genders, типа. Потому что ты сразу же поменялась, сразу же поменялась, и голос поменялся, и... Дайте мне сказать, вы мне не даете сказать. Мы тебе не даем сказать, ты нам не даешь сказать. Ты микрофон забрала. Все, мой микрофон, мои эти... Нет, я почему так говорю, потому что для меня это тоже было очень большим путьом. Я проделал большой путь. Когда я переехал Алматы, меня шаймили за то, что я говорила с акцентом на русском языке. И я очень сильно, например, прошла путь от того, чтобы я перестала, например, стесняться. И... Акцентом на русском языке. Акцентом на русском языке. Акцентом на русском языке. Ол жағында түсін тұрым. Бірақ... Калайды... Адам тапсам. Айтипу постоянно сөйлеусы жүрем. Таксистер мен же айттым. Это дайашылар... Технотаксистер мен дайашылар мен бас. Он да, Казахша... Казахша... Адам мен сөйлесем. Казахша Түркестанға орып келім. Ауыл ғауардың, сжақта сөйлесем. Но Алматы, 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 Астана, Алматы, Астана. Жанда жюриетін адамдармен он, казаши, азырақ сөлейсен. Да, азырақ сөлей. Но сейдердің айтқандарын түсіну отырмын. Психологиялық барьер деген нәрсе бар. Казахтылым «Колдаймын» деп жүргендердің өздері орша сөлеп кетет. Сейдер, не жоқ, дағды жоқ. Сөлеге қиын. Сол дағының қалып тасту керек. Дағының қалай қалып тастырамыз, өзіміз сөйлеуіміз керек. Қанша қиын болған мен, өзіміз сөйлеуіміз керек. Мен осың бәрін айтуға ұялып тұрм, бірақ, мойындау керек, кейін әрселерді мойындау керек, шындығын айту керек. Яғы қайдың көмірде, айналанды орша сөлейтандыр көп, өзімде көмінесе орша сөйлеуім, бірақ керек кезде, керек кезде емен сенді. Қандайда бір мүмкіндікті пайдаланып, қазақша сөйлеуге тұрсам. Сондағы мүмкіндік болып тұр. Елі де елі, керек болса орша айту 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 сөйле берейді, оның бәрін талқамайық қойық, тілді. Бізде шаршаға қалдық түшіні керек. Біз не шаршағанды жоғыз, біз қорықтырмыз тілді талғамды түсесін бі? Қойайықтен тұрғаның өсе бі, жалпы әрданның өзің таңдауы сияқтыда, мен шығайым мәдениетін қолдамайым, ұрсуды қолдамайым. Қазақша жазы деген, не бар, қоғамымыз, қозғалыс бар. Бұлар мәдениетті түсіндіруге тұрсады, лингвактестер. Бұлар жағы мәдениетті түрде дөрек сөздерсіз айтуға түсіндіруге тұрсады. Мен маған соғы стратегиян айты өзіме. Сыпай түрде жеткізуге тұрсу өрек сияқтын. Оның адамның ұрсқанға еш кім саған не істемейді? Жүрек баспайды. Біз сені көнсі, бұлай интернеттегі көз адамдар бүкін бізді аудиториямыз, сені көзі активист ретін білет. Бүкіл 19 жылдағы барлық митингтарының бір мүшесі болан сәғдысын бірлай. Оян Қазақстан, Қазақстан деген бір дежене бұлсын? Дежене, әр жастарын дегене қозғалысы болды ой. Жастарын қозғалысы емес? Саяси қозғалысы. Саяси қозғалысы. Саяси реформалы үшін қозғалысы. Это әргінгі дең үшесі мін. Я әргінгі дең үшесі мін. Менде сұнда есіріқті. Вот, что именно табой двигало, да? Когда ты понимал, что вот сейчас надо выходить, вот сейчас нужно выйти, вот сейчас нужно быть с митингующими, да? Потому что не каждый казахстанец может взять на себя эту роль. Потому что есть свои страхи, есть момент, что это, скорее всего, не сработает, что это не нужно, что это лишнее время. Но меня так же всегда поражает и восхищает люди, которые находят себе ту самую смелость. Возможно, высказаться, да, какими-то путями, да? Пусть это будет какой-то активизм, пусть это будет акция «Правда не убежишь». Все это, на самом деле, много восхищает. И откуда вы все, вы, ты и вот такие же ребята, как ты, находитесь у себя в эти силы? Как вы себе отвечаете? Зачем? Для чего? Почему? Ну, конечно, это странный вопрос. Я понимаю, почему, зачем? Не, я понимаю, на самом деле. Вы боретесь за... Ну, скорее всего, вы ходите все за нас, да? Да, но, тем не менее, именно когда ты себя отвечаешь... Да нет, не за вас. У меня суперэгоистичные вообще мотивы. У меня вообще суперэгоистичные мотивы, потому что я хочу, чтобы как бы жить в нормальной стране. Я знаю, как это пафосно звучит, но, типа, меня уже достало. Я не люблю чувствовать себя лохом, лузером. В этом режиме я чувствую себя лохом, которого все время обманывают. Крадут у него деньги из кармана на его глазах. И мне это не нравится. Ну, блин, типа, камон. И, как бы, чувство достоинства моего задевает это. И это тоже пафосно звучит. Ты помнишь, когда это самый первый раз вышло на митинг? Это очень правдиво звучит, что ты говоришь. Ну, да, то есть, как бы, это... Я вообще, как бы, у меня... И я прекрасно понимаю ваш вопрос, потому что многие люди, например, которые вообще не знали, откуда там... Ну, я про себя сейчас буду говорить, да? Я взялась, им кажется, что какая-то непонятная там девушка внезапно там что-то там орёт. Кто, откуда она взялась, кто и заплатил за это. Что она пытается доказать, кто там за ней стоит. И вот эти все вопросы, они вполне логичны. Потому что если бы там... Я была суперзнаменитостью какой-то до этого, да? Какой-нибудь актрисой. У нас же есть такие кейсы, где актрисы там что-то говорили, да? Тогда это одно. А когда я просто была нишевой журналисткой... Ну, я про политику всю жизнь пишу. Это моя тема. Я, как бы, всё время писала посты про это, участвовала в разных вещах. Не знаю, для меня это всегда было суперважно. Вот. И я понимаю прекрасно у многих, почему эти вопросы возникают. Но вот у меня такая мотивация была. И, конечно, личное знакомство с людьми, которые сделали «Отправды не убежишь», оно повлияло. Они были мои друзья, поэтому я тоже пошла изучать. Мы сейчас говорим про Асю Тулесову и... Ну, с Асей мы никогда особо не общались. Я вот там была... Были другие люди, да? И как бы я их пошла поддерживать. Вот. А это кто? Не, ну, всё равно как бы... Даже если ты с человеком не общаешься, всё равно поддержать это, мне кажется, нормально, нет? Да, конечно, конечно. И, да. Но всё равно многие люди из-за того, что, опять же, Аблязов, да? Можно его имя вообще произносить? Да, да, конечно. Из-за того, что он предлагает всё время какие-то 10 тысяч долларов или непонятно какие-то постановы устраиваемые КНБшниками, да? С этими, с титушками, которые... Они специально разыгрывают идиотов или сумасшедших, чтобы дискредитировать митингующих. Это постоянная тоже тема. Из-за этого, конечно, у людей складываются какие-то странные ощущения. Но митинги, вообще любые протесты, это единственная причина, по которой у нас есть хоть какие-либо права вообще по жизни. Что восьмичасовый рабочий день появился не просто так. Право женщин голосовать появилось не просто так. Чёрные освобождены не просто так. Всегда кто-то вставал и говорил, что это вообще ненормально. Да, супер пафосно прозвучало. Когда ты первый раз вышла? Вышла. Я не участвовала, но я пришла поддержать. На Арбате тогда ещё редакция Республики делали флешмоб Нур-Отар, когда ещё принимали закон о первом Айельбасе. То есть это было давно, это было супердавно. И они надели маски баранов и вышли на Арбат. А, я помню так. Да, и это было очень сильно, но, конечно, большинство людей про это не узнали. И это тоже меня прям задело, потому что я увидела, что да, блин, нас делают баранов, а мы молчим. Не то, чтобы мы не молчим, мы вообще нам пофиг, нам плевать. У нас под боком людей пытают. Вот я писала вчера про кейс Джандоса, да? Его задержали 6 января. 17-го, да. С 17-го объявились, что он умер в изоляторе. И он был таким избитым. То есть эксперты посмертно поняли, что из 11 ребер, ну, по 11 ребрам поняли, что ему ломали ребра несколько дней. А выжившие, которых пытали, например, только в семье, они говорят, что как их ломали ребра. На них прыгали менты, полицейские на них прыгали. И есть видео, слава богу, с Джандосом, где он уже лежит. То есть он принял практически уже труп. Но на него все еще прыгает мент. Ну, типа, не знаю. И им дали условные сроки. Диас спрятал этот рюкзак, вазелин и так далее. Он отсидел реальный срок в 6 лет. Эти парни пытали человека 11 дней. И получили условные сроки. Вот у нас прямо сейчас это в Казахстане происходит. Это нормально. Ну, мне кажется, это ненормально. Вот. Почему, как ты думаешь, почему народ закрывает глаза на январьские события? Ну, если не закрывает, то если какие-то новости, то он хочет меньше. Я не считаю, что народ закрывает глаза. Да, давай вот так скажу. Почему? Тут две причины, мне кажется. Во-первых, большинству людей... Вообще народ закрывает ли глаза? Нет, не закрывает. Очень много людей выступают, говорят о том, что несправедливо расследуются дела по Кантару, Жана Узиен. Но, во-первых, их никто не слышит. В первую очередь, потому что они говорят по-казахски, и у них нет вот этой аудитории. То есть они... Никогда их никто не услышит. Во-вторых, очень много бедных людей, которые и так тратят, там, работают на трех работах, им вообще плевать, что вокруг происходит. Лишь бы, как бы, прийти домой, накормить детей и спать лечь. Все, как бы, бастанку утирал мать. Может, сериал там посмотрят максимум. И, как бы, такое, да? Ну, и есть там очень вот такая прослойка богатых людей, которым, в принципе, на все плевать. Ну, Кантару вот прям хочется, что больше людей требовали расследований, более активных пыток особенно, да? Пыток, убийств, детей, убийства детей. Айкуркем дело снова открыли просто потому, что люди и адвокаты, да, заставили. Ну, так же там, да, даже не запустили отца, да? Да-да-да, не запустили. Вот это вообще какой-то бред. Вот это очень странно, да. Ну, типа, я понимаю, что есть куча конспирологических теорий, мы не знаем, что там было, whatever. Там, Масимов дрался на ножах с Башкеновой, не знаю, что там происходило. Но суть в том, что, короче, мы же можем хотя бы потребовать расследований у людей, которые конкретно погибли, которые просто, ну, типа, вот пытки. Потому что даже вне Кантара рассматривать пытки в 21 веке, ну, камон, там такие пытки, это же ужас. Там я смотрела, это, блин, серьезно. Люди, если в YouTube залезут сейчас, просто наберут пытки Кантар, там столько видео вылезет. И это больно смотреть, прям серьезно. 23-й год, Казахстан. Ладно, 22-й год, Казахстан. Загрузила, да, я вас? Вас так мало, и при этом вы еще не сходитесь в возглядах, что ли, получается? Ну, да. Не то, чтобы не сходимся, сходимся, но есть некоторые вещи, по которым мы не сходимся. Сколько уже лет ты активистка? Ну, вот, как ты понимаешь? Ну, более активно 5, да, где-то. 4, наверное. Всего лишь. Что-то, вообще, что-то произошло за это время? Какие-нибудь вот то, что... То, что ты требуешь? Нет, потому что я веду, у меня все это, у меня есть вопрос, да? То есть, откуда берутся эти силы? Не видишь ли ты, ну, допустим, ну, не знаю, попробовал ты раз, два, три, окей. Пять лет. Хоть раз, хоть раз, ну... Конечно. Выполнялись просьбы? Ну, смотри, это же немного не так работает. Как бы... Во-первых, да, усталость не только у меня, это вообще очень сложная вещь. Не зря это называют третьей работой. Вообще есть такое. Подождите, нет, я сейчас путаю. По-моему, вторая работа, это работа женщины, которую она делает дома. А third places, это то место, куда ты ходишь. Клать, ладно, философия, первый курс. Короче, суть в том, что я, например, последние полгода вообще стараюсь не высовываться, потому что я взлечусь. У меня куча проблем со здоровьем. Я за четыре года, ну, пострадала. Ну, не то, что пострадала, мне это слово не нравится. Ну, типа, получила свое, по башке я получила. По поводу изменений, это все равно стена, которая очень медленно двигается. И эти изменения, они маленькие, и они не всегда такие крутые, но они потихоньку копятся. Например, тот же самый закон о мирных собраниях. Новый закон, он очень плохой. Но они хотя бы делают вид теперь, что закон хороший. То есть они говорят, у нас теперь не надо требовать разрешения на митинг. Вы можете выходить, когда вы хотите. Серьезно? Да, да. Но ты должен получить уведомление. Типа, ты должен сдать уведомление. На него должны поставить подпись или whatever. Ну, это и есть разрешение. I know. Но Тукаев при этом выступает и говорит, мы отменили разрешение. Это нормально? Но все же время они пытаются делать вид уже хотя бы. Тукаевская администрация, она гораздо вот так работает. То есть Назарбаевская администрация, да, ей было пофиг. Они, в принципе, могли убить, да, спокойно. А они, Тукаевская администрация, они как-то пытаются все оформить, чтобы это выглядело цивильно. Более либерально. Более либерально, да. Это хуже. Был ли у тебя опыт в жизни, работала ли ты когда-нибудь, соприкасалась ли когда-нибудь с государством? Был ли у тебя опыт? Я работала в квази-государственной компании пиар-директором в Алтеле. Это квази-государственной? Это когда было? Ну, она самая рука, дочка. Ну, это было давно. А правда ли, что у тебя была бот-ферма? Нет. Лоу? А, ты что, про такое слышал? Да, про такое слышал. Откуда? Что такое бот-ферма? Прикольно спросить у Асем Жапши прямо на подкасте. Что такое бот-ферма? Бот-ферма. А, это где боты? Да, да, да. Есть люди, есть институты, кто организовывает это. Сейчас просто всех ее друзей ботами назвал. Нет, нет, нет. Ботом. Вот. Нет, у меня нет бот-фермы. Ну, у кого она есть бот-ферма? Только у правительства, наверное, есть бот-ферма. Ну, у власти есть, да? Нет, ну, есть еще у бизнесменов богатых. Нет, ну, есть люди все равно, которые управляют. То есть, государство нанимает подрядчиков, кто бы это все организовывал. В частности, это... Я знаю одну бот-ферму, где были студенты. Ну, это же не только частные структуры. Например, бюджетников используют. Да, да, бюджетников также используют. Но это низкокачественные боты. Они, типа, просто наваливаются за 10 минут, делают скриншоты. А там... А те, которых... Это люди, что ли? Которых они нанимают, они более творчески работают. Да, они стараются. Это живые люди, получается? Нет, они просто... Они нанимают, они создают им фейк-аккаунты, создают им историю. Создают фейк-аккаунты, крадут фотографии якутов, бурят, короче. И ставят на аватарку и пишут там, Марат, whatever. Да, и под комментариев. Ну, и, короче, эту армию используют, чтобы дискредитировать то или иное событие под комментарием. Или создать нужное впечатление. Вот так контролирует контекст, получается, да? Да, да, да. Окей, ну тогда это неправда, окей. Вы просто... Я удивился, когда я узнал, что ты еще и сценарист, и еще достаточно хороший сценарист на рынке. О, рахнет. И учитывая того, что я посмотрел фильм «Бахот», который взял «Международная награда» и также взял «Берлинали». И, да, это одна из соавторов, получается, фильма «Бахот», который... Примерный, который сейчас также можно посмотреть на кинопоиске, если у вас есть возможность посмотреть именно на кинопоиске. Да, на казахском. Только не смотрите на русском, пожалуйста. В оригинале смотрите. И вот мы посмотрели с командой. Ну, меня это удивило. Работа. И очень мощная. Как давно ты занимаешься сценарным искусством? Как ты вообще пришла к сценарию? Ну, вот моим мастером я могу назвать... Мне кажется, я могу назвать ее мастером, хотя я не училась в Жугеневке. Иргалиева Зарвеша Абдешевна, это советский еще сценарист. Она с Бодровым работала, делала очень крутые фильмы. «Перекресток» она делала. То есть ты дипломированный сценарист, ты училась на сценаристах? Нет, я не занималась, у меня нет диплома. Мы где-то полтора года с ней занимались. Ну, мне самой было очень интересно, я всегда хотела писать. Кроме того, чтобы быть журналистом, мне хотелось писать сценарий. И я к ней обратилась, там позаимовались. Потом она предложила мне попробоваться в проекте. Абая Карпыкова, Асель, друзья и подруги, был сериал, в котором играл Аржан. А-а-а, ты че? Я не видел. По-моему, это первая роль Аржан такая, да? Да, это я первая роль. По-моему, это первая роль Аржан. А я застал. Ты застал? Там еще Айс была. Айс Лозенбаев. Да-да-да-да, я застал, я их оттуда знаю, да. Больше никого не помню, прикиньте. Чингиск? Нет, Чингиск. Не, не было Чингиск. Там Нави ты играл, кстати. Да, про сценарий. Расскажи, как ты пошла? Вот с этого началось. И сам сценарий, получается, там уже? Да. А, ничего себе. Я не хочу говорить. Ну, в смысле, я не горжусь этим сериалом, потому что можно было гораздо круче делать. Ну, когда тебе говорят, три локации и четыре серии, ой, две серии в неделю ты должен сдать, написать. Ну, типа, я оправдываю сейчас. Ну, все равно первая работа – это первая работа. И потом я работала на разных тоже проектах, писала разного типа вещи для… Ну, с продакшенами разными работала, которые для телека делали разные форматы абсолютно. Какими работами ты гордишься? Ну, я только «Бахат» сейчас могу назвать, наверное. Да, ладно. Да, кроме журналистской своей работы, я «Бахат» на первое место ставлю. Как пришла идея снять фильм «Бахат»? Ты, говорят, его быстро написала, да? Да, мы загнали. Я уже пришла. С режиссером с «Оскаром» забывала. Да, там какие-то вещи начала. Как это было? Я делала свою работу по суицидам в Казахстане. Мне очень интересовала эта проблема, потому что мы по мужским суицидам лидеры мировые. По-женским у нас тоже очень плохая статистика. По-женским у нас очень много пыток и так далее. Детские тоже суициды довольно. И я тогда вот по этому проекту очень много в шелтерах ездила, где женщины, интуировала, там, в колонии. И «Оскару» это все рассказывала всегда. Не то, что всегда, но вот мы, если пересекались, я ему рассказывала, говорила, вот нужен такой проект, нужен там. И он мне тоже. И он мне буквально через пару дней звонит и говорит, прикинь, Баян хочет такой проект. То есть она хотела, мы там что-то хотели, и все совпало. Вот какие-то уже были наметки, разогнали буквально быстро. Потому что уже какие-то ключевые моменты, они уже, мне кажется, в голове были уже. И показали Баян. Она немножко тоже была шокирована. Но она была шокирована еще и в том плане, что мы с ней никогда не работали до этого. Она мне сказала, первое, что она мне сказала, когда мы с ней встретились, она сказала, что слишком молодая. Я говорю, нет, нет, типа, вообще, все норм, я смогу. Она говорит, точно сможешь? Я говорю, я смогу. Типа, доверьтесь мне, я хочу, я здесь делаю, я покажу, короче, я докажу. Слишком молодая, чтобы написать сценарий? Ну, такой сценарий про женщину взрослую. Окей. Ну, как бы... Ты смотрел фильм, Бахат? Нет. Там главная героиня взрослая женщина, которая пытается уйти от мужа. Абьюзера. Вот. Такое. Да? Мне очень понравилась трансформация героев в этом сериале, что ты показываешь трансформацию героев, что... Ну, сериал, говорю, это фильм. И меня зацепила картина. То есть, я не хочу спойлерить, конечно, но мне понравилось, как меняются герои. И как видно вот эта стигматизация, да, именно того, что вот это мир абьюзера, да. То есть, мы попадаем, мы попадаем сразу напрямую в мир абьюзера и в методы его жизни, да. То есть, и как в конце главной героини в итоге, как Феникс, да, взлетает и остается... Самой настолько, типа, как она говорит, блядь, мне похуй уже, все, типа... Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. И вот тут, конечно, меня это очень поразило. Поразила именно игра актеров. В целом, мне все, короче, мне все понравилось. И мир, который был продуман, как срежиссирован, понравилось, что это снималось. В Балхаше очень отсылка на один из моих любимых фильмов, где вот этот большой кадр на льду. Да, да, да. Как Сияние. Вечная Сиянь Чистого Разума. Да. Ну, не такая прямо отсылка, но... Ну, все равно, но мне было приятно, конечно, там тоже трансформация героев, и тоже история женщины, там, да, ну, история любви, но все равно. Тут тоже история любви, по сути дела. Да, это история любви, которая должна быть в семье, между людьми. Ну, то есть, кроме, помимо романтической любви, мне кажется, мы об этом мало вообще задумаемся, про любовь в семье, когда бытовуха и другие какие-то проблемы, они настолько уже заедают. Что нет любви. Да, да. А вот про женщину, это, кстати, такой... Мужчины шокируются, девушки молодые шокируются, а женщины, ну, девушки, которые 25 и старше, они смотрят вообще, типа, нормально. А, я тебе еще хуже могу рассказать. И я столько раз... Вообще, это... Особенно те, кто вот в браке долго, у которых... У тех, у кого муж пил, это прям... И бахет, это по десятибалльной шкале жести, которая происходит в стране, на двойке находится, я считаю. Потому что там совсем есть такое творят. И... Ну, буквально такой геноцид внутри страны ежегодный. Вот. Поэтому, мне кажется, женщины так восприняли близко к себе. Потому что они увидели себя в экране. Очень много кто писал... Вот Баян очень много кто писал в комментах. Личко мне тоже приходило, что спасибо, что вот так показали, а не как обычно. Ну, что я увидела себя, я увидела свою маму, я увидела... Пацаны писали, я увидела свое детство. У нас так было. У меня есть ощущение, что, наверное, когда вы делали показ в кинотеатрах, что, скорее всего, многие даже вставали и не досматривали фильмы. Да, мужчины очень часто уходили. Я понимаю, в каких моментах, наверное, они уходили. Я вот... Когда бить начинали, уходили они. Когда бить начинали? Когда вот так прям... Нет, где-то, по-моему, где-то на тридцатой минуте я видела, как мужчины начинали уходить. Это тоже интересно. Ну, некомфортно. Самое интересное, что люди, когда они уходят в кинотеатры, они очень демонстративно уходят, чтобы их было слышно и видно, когда люди уходят, потому что фильм мне понравился. Это да. Кстати, да. Да, я помню тоже, я когда раз... Ну, когда мы делали показ «Зима в рехабе», я тоже увидел людей, которые демонстративно встали и ушли. А потом я узнал, что это, оказывается, люди просто с другого медцентра. То есть у них, ну, по их мнению, что надо было по-другому показать. И я прям увидел это, что демонстративно. И, скорее всего, в вашем фильме тоже очень много. Ну, уходила мужчина, мужчины уходили те... Ну, на ваш взгляд, кто уходил? Те, кто не могли это видеть, потому что они вообще это не представляли в своей жизни, или те, кто это делали? Те, кто это делали часто... Ну, в смысле, я по ТикТоку сужу, потому что мне интересно было прям, что люди пишут, про тех, кто уходил. И вот те, кто, мне кажется, так делали, это мое личное... А те, кто писали, они говорили, что уходили, кому тяжело было на это смотреть, мужчины, и кто не верил, придумали это все, не бывает так в жизни. И мужчины, которые ругали фильм, они всеми писали, что... Ну, не мне, а вообще всем создателям, что так не бывает в жизни, что мы опять сгустили краски, показываем Казахстан в плохом свете, что у нас такого нет. Что у нас нет такого, да? Нет, это не все комментарии, но бывали такие, да. В основном, все, весь хейт, который я видела от Бахета, он был от мужчин, от женщин я не видела. Посмотрите обязательно фильм и верните сюда обязательно в комментарии за Мандасу и напишите по поводу Бахета. Будет интересно, если вы пойдете после нас посмотреть. Не-не-не, там претензии на то, что ты не хочешь меняться, что ты в шоке, что вот сейчас нужно говорить на казахском языке. Ты, оказывается, всю жизнь вырос в центровской казах такой, в алматинске, в золотом квадрате условно, да? Ну, Иржан, репрезентация целой группы людей, который буквально там привык называть улицу школы, это вообще не золотой квадрат. Улица Калинина условного. Иржан, он репрезентация кучи людей, на самом деле, которые такие... Нет, ну это перегиб чуть-чуть, это перегиб, это слишком сильно. Просто идут перемены какие-то условно, да, люди меняют свое мировоззрение, там, мнение о каких-то вещах конкретных. И пытаются это все донести до Иржана вот такими вот либо конструктивными комментариями, либо гневными комментариями, да? А он, ну, ни в какую не поддается этому. Это по их мнению он не поддается, но он же поддается по их мнению. Но на самом деле, на самом деле, люди... Просто не видят его трансформацию. Да, либо не видят, либо они просто... Не, ну тут, смотрите. Имеется в виду, у них это недостаточно. Давайте немножко отойдем от темы. Какой-то кусок из контекста берут и на нем строят все свое представление. В теории медиа это очень постоянно исследуется, на самом деле. С тех пор, как мы... У нас появился этот публичный форум, который называется интернет, да? Самое... В Казахстане вообще интернет — это единственное место, где есть реальная демократия, да? И в каждом... В каждое общество в мире проходит... Проходит то, что проходим мы. Во-первых. Во-вторых, люди, которые пишут хейт-комментарии — это особый тип людей. Это очень особый тип людей. Они исследованы психологами, они исследованы в социальном контексте, как они... То есть там у людей есть свои определенные потребности, которые они закрывают. Есть люди, которые буквально, постоянно пишут комментарии. Это вот у них часть жизни, это их. И как бы... И это не означает, что там ты плохой, Селена Гомес плохая. Не знаю, там Бритни Спирску. Это их язык. Это просто человеку нужна какая-то была цель, и он какую-то цель нашел. Все. Я смотрю на это так. Типа, я просто блокирую и забываю об этом человеке через секунду. Я даже не дочитываю. Я только как вижу первые буквы, я такая... Потому что если человек хочет с тобой поговорить, если он хочет до тебя донести мысль, он постарается с тобой установить контакт. Изначально через вежливость какую-то. Через открытость. Через вопрос. А если человек не хочет контакта, а хочет просто тебя обосрать, и за счет этого как-то само... Как бы, как это? ЧСВ свое, да, поднять? Самоутвердиться. А не обесцениваем ли мы мнение реальных людей, которые действительно считают, что нужно это мнение? Нет, есть реальные люди. Есть реальные люди. Я про них вообще не говорю. То есть есть люди, которые буквально говорят какие-то вещи, но если человек пишет об этом более-менее уважительно, я готова к разговору. А вот этих всех людей я вообще видеть не хочу. Типа пусть они в своем вот этом... Это не та энергия, которой я бы хотела вокруг себя, чтобы она была. Я хочу с конструктивными, взрослыми людьми общаться, а не с детьми. А что у тебя получается? Хейт прилетает, да, к тебе? Да, постоянно. Да? Ну, в смысле, не постоянно, но... Ну, за что тебе прилетает хейт? Да, за все. В смысле, я же вот поставила сейчас YouTube свой на паузу, но когда я только начинала, особенно, внешность мою постоянно какие-то мужики обсуждали. Мне писали мерзкие... Ты вела YouTube на казахскую язык? Это самое низкое, что можно написать вообще про внешность. Да, то есть там был один чел, который писал мне какие-то ужасные вещи, как будто бы он смотрит на меня как типа порнхаб. Ну, типа такие вещи. Это супер мерзко. Это меня научило быстро-быстро отсеивать. Либо вообще я не захожу, у меня вообще даже неинтересно, потому что я уже все видела. И либо я, если я вижу, попадает взгляд, типа, то я быстро просто блокирую, и у меня абсолютно выработано, я даже не парюсь потом. Типа не думаю, а, какой-то там no name что-то там сделал. Мне пофиг. У вас нет такого? У меня такое есть. Я тоже. У нас когда отмечали с тобой, это просто такие вот кейс Диаса. Я тоже вот только читаю первую, все сразу. Так, окей, я понял. Блок. Только вот начинает, я такой, окей, я понял. Амин. Да. Раньше я читал. Да, да, да. Солюсы вот раз. Я ему вообще не могу. Что мы же пить вот дела? Я еще тоже не могу. Я ему говорю, блин, я говорю, я говорю, почитай комментарии, говорю, там, 98% все говорят, какой классный выпуск, насколько он полезен, они погадают своими детьми. Там даже взрослые писали. Молодые писали, что спасибо за эту историю. Тебе, говорю, двое написали, и ты вот сейчас так все это близко к сердцу принимаешь. Не, ну они же написали, там же по факту же они указали на ошибку. И я больше был зол на себя, потому что мне не хватило терпения и смекалки все-таки обратить внимание больше на эту сумку. И я просто был зол больше на себя, был зол на всех, кто был в этом зале. Да. На Диаса, на Иржана. Я просто утром воскресенье у меня пробежка, прям перед пробежкой Кана такой. А-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Мы с ним погавкались вдвоем. Он такой, ладно, все нормально. Я такой, ладно, все нормально. И я в парке президентов, в 7 утра, прекрасно там, белки, птички. И я золой бегу. Вообще в ушах музыка играет, я даже ее не слышал. Думаю, блядь, как мы могли? Ты что, почему так? Смотрю, о, 20 километров. Классно. Да, еще люди же думают, что мы писали 5 часов, а вырезали 2 часа из контекста. Нет, так не было. Мы писали 3 часа. Вырезано было только паузу, перерывы какие-то. В основном вся история практически она подлинная. То есть не как мы, не 5 часов они сидели? Нет. Да, да, не как мы. Можно я домой пойти? Заманой лармазалать мен. Заманой лармазлась мен. Сей, мен. Трупа в холам любой жерде. God bless it. Sorry. Это наш подкаст сегодня. Давайте просто музыку поставим, послушаем музыку просто. Я предлагала Кане, говорит. Нет, тогда еще. Тебя забирали? Да. Там не мучили? Нет, не мучили в Улганда. Что вообще говорят активистам, когда их забирают вот так, да? Когда вы сидите в сезоне? Вот, например, когда был кетлинг, в 21 году, 10 января, были парламентские выборы, супер важные для нас. Ну, как бы в Казахстане нету парламента. Уже сколько? Ну, то есть, он, может, был до... Многие говорят, что до 2004 года, в принципе, можно было что-то там еще делать. У нас нет независимого парламента. И вообще Уян-Казахстан, вот движение, которое я представляю, выступает за политические реформы. Не за власть, а просто политические реформы. Это избирательная реформа, позволить выдвигаться депутаты кому угодно, не только представителям партии. У нас же нет независимых партий. Дать зарегистрировать партию. У нас в Казахстане невозможно зарегистрировать партию. Машины сжигают людям. Да, да. Это же вообще жесть. Мамай хотел провести, Жамбулат Мамай, партийный съезд, где они бы, как бы, для закона такой нужно. Их просто окружила полиция, здание, и никого не впускала. Без... То есть, это, как бы, такой рэкет открытый. Да, и вот меня тогда, когда вот окружили нас и не упускали из... С круга, да, ты и... Куча людей было, да. Куча людей, так. Вот наши ребята все были. В основном там очень много было девушек. Да, да. Девушек было. Там Малайсана Шим была. Да. Еще кто был. Жанель, Шахан, Айзат. Айзат – это вот маленькая девушка, она... Не знаю, насколько она удобная и комфортная вообще. про все это обсуждать. Но вот это она была. Ну, в общем, куча была наших людей. И люди, на которые нас окружали, соборовцы, они менялись каждые полчаса мороженое. И они нам говорили... И вот нам передали... Как-то в итоге получилось передать Макдональдс нам туда, в круг полицейский. И соборовцы говорят, нормальные у вас спонсоры, по Макдональдсу вам еду покупают. Вот это я хотела. Ну, то есть, они... Соборовцам, да, сказали, что нам кто-то за это платит. Типа, не знаю, они придумывают, наверное, какие-то вещи. Типа, вот, американцы платят, не знаю, кто-то еще платит. Кыргызские террористы, джазмены. Ну, то есть, такая тема. А в полиции пытаются выяснить либо связи с Аблязовым, это очень их пугало раньше. Они прям всегда спрашивали, что там у ДВК, кущи Аблязов относитесь, нет? Нет, хотя... Брали ли телефоны в такие моменты? Личные телефоны брали? Да, конечно. Могли ли проверять? У меня был случай, когда я спрятала телефон, и меня с двух сторон пытались... Ну, я вот так еще закрыла. Полицейские с двух сторон тянули мои руки, пытались вытащить мой телефон. Что он сел, а? Насчет Аблязова ты говорила, что вас говорят про Аблязовов. Ну, в смысле, это же тоже показательно. То есть, я сейчас не говорю про его фигуру, это вообще отдельный разговор. Я говорю про то, что даже их признали экстремистами. То есть, ДВК – это экстремисты. Можно ли, нужно ли делать... Мы будем делать, да. Как его? Дисклеймер. Дисклеймер, да, плашка. Ну, это же само по себе тоже. Объявить экстремистами кого угодно можно. Политическая причина для этого, в первую очередь. Потому что это люди, которые хотят участвовать только иначе в политике. Что такое? Просто я же, она меня так смотрит. Поема. Нет, вот момент, когда... Где, пупка, тенба? Что такое? Нет, вот наоборот. Вот соборовцы, да, когда начинают таскать вас. Получалось ли с ними все-таки найти какой-то человеческий контакт, вот это-то поговорить им? Был ли... Ты понимаешь их портрет? У них же тоже есть родственники, родители. Почему они в этот момент, когда там митинги, они отключают себе какую-то ту или иную эмпатию? И иногда прям... Полиция вообще не должна использоваться в политических целях. Потому что работа в полиции, что это такое? Полицейские — это особый тип людей. Они общаются с криминалом. Я вообще обожаю детективы. И вообще, от общения с ними... Я поняла, что это люди, которые привыкли общаться с криминалом. С людьми, которые... То есть не такие уж морально по компасу, да, живут. И поэтому во всем мире цивилизованном принято отделять полицию от политики. Поэтому, когда уже полиция вступает в дело, это уже крайний случай. То есть это уже когда на насилие дело идет. А у нас полиция... У нас полиция... Вообще человек выходит один с пустым листом бумаги, и полиция прибегает сразу. Такого не должно быть. То есть у нас не должно быть так, чтобы человек вышел с листочком бумаги на площадь, и там написано что угодно. И его за это закрыли. То есть это абсолютный нонсенс. Да, блин, ну... Мне всегда... Я всегда переживал. У меня всегда было такое, блин. Хоть бы никто сильно не пострадал. Да. Я помню, как-то раз забрали из дома меня и привезли. И мы часов где-то 6-7 сидели в здании полиции. И через какое-то время нас... Ну, видимо, уже все можно было там... Все закончилось, и сказали, все, упускайте. И нас позвали в кабинет Абдрахимов, Абдрахманов, глава которой то ли нынешний, то ли бывший полиции Алматы. И он говорит, все, идите, вас никто не задерживал. Я говорю, в смысле, вы нас задержали, мы вот сидели, где протокол? Он говорит, нет, этого не было. Я вообще в шоке была. То есть настолько для меня... Это впервые в моей жизни полиция... Ну, как бы, ну, такой был прием. Я так... Я говорю, вы думаете, я с ума сошла? Он такой, нет, ничего не было, уходите. Да. Да. Но при этом есть люди, которых сажают на реальные сроки, за митинги. Опять же, Хантар. Хотя это базовое право человека. Право говорить, право выражать свое мнение любыми способами. Почему власть так боится Хантара? Ну... Почему они не делают официальное, независимое, настоящее, правдивое расследование? Ну, потому что это бы показало, насколько все было ужасно. Как бы, вообще, в нормальной стране Бтукаев бы ушел бы в отставку, перед этим запустив какое-то расследование. Нет? И... Почему они боятся, на самом деле? Тут тоже, как бы... Они понимают, насколько социальная напряженность сильная. И на экономику Казахстана много чего повлияло. Назарбаев, в первую очередь, да? Потом ковид. Что нас еще подкосило? Ну, вот война, которая объявила Россию, да, Украине. Все эти вещи, они очень сильно на нашу экономику тоже повлияли. Напряженность есть сильная, и они это знают. И что вот любой щелчок, и все. Народный. Да. При этом менять ничего не хотят, потому что Тухаев зависит от этой группировки, точно так же, как создавший ее Назарбаев. И он с части этой группировки, он не будет ничего менять. Он сейчас досидит свой срок, кого-то они там что-то делают. Как думаешь, что будет следующий прививок? Ой, блин, это, знаете, это прям такое. До того, как Тухаева поставил Назарбаев, тоже соревновались все. Тухаева тоже многие кто говорил, что он будет. Манголита с Магомбетова, помните, говорили, что он будет? Да, да и говорили. За массивом мало кто был, я помню. Потому что он типа уйгур, поэтому в Казахстане это невозможно. Люди так говорили. У нас нет публичной политики в Казахстане, у нас есть разборки. То есть кто в разборке победит, тот и какую-то должность займет. И это просто такие пацанские разборки. Людей, которые вообще не понимают, они думают, что это все, все вот это вот их должности, это для них, они думают, а не для людей. То есть они вообще, у них такая логика. Это когда-нибудь закончится, как думаешь? Ну, чем больше... Если люди не будут требовать, никогда не закончится, мне кажется. Хотя бы комментарии писать. Ну, даже то, что поколения меняются, это думаешь... Зумеры крутые, мне кажется, они прям включены в политику, да? Да, да, да. Мне кажется, Грета Тумберг и Малала задали тренд, да? Нет? Ну, есть такое, да. Раньше я не видела школьников, которые бы про политику что-то говорили. После Экибастуза я выкладывала видео в ТикТоке, пацан, там, 15 лет ему. Да, да, да. Он прям проскидал. Я думала, вау. Да, да, в ТикТоке. Да. И читая все иногда под замандатом комментарии, да, есть такой комментик, я хотел бы у тебя как раз-таки обсудить это, что условно власти, это сейчас выгодно, что есть вот такой разгляд в обществе, разглад в обществе, мир языковой, языковой, да, то есть используют в своем. То есть вы пока тут обсуждаете язык, кому что нужно, а мы тут якобы отличаемся, вы отличаетесь от реальных важных проблем, да? И власти отвлекают нас языки. Кто-то нас всегда отвлекает от чего-то, мы капец быстро отвлекаемся. Нас не надо отвлекать, мы и так все время отвлекаемся, все время что-то происходит. Типа, все. Лах, кетте. Это... Я поняла твой вопрос, это же не языковой вопрос. Это в первую очередь вопрос... В первую очередь это вопрос справедливости. Я делала про этот материал, потому что это был тоже мой опыт. Пока я не выучила... Ну, в смысле, пока я снова не вернулась в русскоязычное пространство, хотя я как бы казахский... как бы хотела больше на нем говорить, у меня были какие-то проблемы, например, с проектами. Потому что ты все равно... Тебе легче найти работу какую-то, если ты русскоязычный. И тогда я интервьюировал очень многих парней, девушек, и они все говорили, что не зная русского языка, приехав в большой город зарабатывать через столько... Вообще это очень тяжело для человека, который не знает русского языка, только казахский знает, приехать в Алматы или в Астану, даже в Шымкент иногда, в смысле дела они иногда, типа там есть тоже такое, и устроиться... В смысле, дело не в Шымкент, дело вообще во всем Казахстане. В банк. Его никто не возьмет в банк, если человек не знает русского языка. Юристом никто его не возьмет. И вот твой диплом скажет, хотя он может быть крутым казахоязычным юристом. То есть ситуация только-только меняется, но лингво-активисты, они в том числе борются не просто за язык, а в том, чтобы наконец-то показать, насколько тяжело живется людям под боком из-за того, что они говорят на своем родном языке. Это очень несправедливо. Мы согласны. Да, они за это борются, по большей части. Согласны с этим. Ну, это самый важный вопрос. Это самый главный вопрос в стране. Я считаю, что языковой вопрос самый главный вопрос в стране. Окей. Теперь почему он... Мне хотелось бы, чтобы русскоязычные люди это поняли в первую очередь. А почему они не могут это понять? Почему они не понимают это? Потому что они свои привилегии не осознают. Человек, который спокойно может сказать, мне казахский язык никогда не понадобился, я вырос, я родился в Казахстане, я вырос в Казахстане, он, говоря эту фразу, не понимает, насколько тяжело пришлось десятерым другим людям, которые выросли, просто разговаривая на казахском языке. И он не хочет этого понимать. И это как бы очень большая несправедливость. То есть мы как будто у себя в стране, как будто мы черные. Нет такого ощущения? Есть такое. И вот это, ну, в смысле, обожаю черную культуру, не надо меня канцелить. Вот, и мне кажется, это про это вопрос больше. И поэтому на Асхата, я знаю, почему на него наезжают, при том, что я очень сильно респектую Асхату, он делает крутой проект. И вообще, как он это делает, это все круто, но я понимаю, почему людям не нравится, когда он про это говорит вот так. Потому что за этим языком еще много чего лежит. Много несправедливости, много всего. И даже те, кто нами управляют, они все же на Москву смотрят. То есть они все между собой на русском общаются. И с этого как раз и начинается, да? В аккорде все на русском говорят. И это тоже показывает их отдаленность от большинства. Потому что они выросли в золотом квадрате. Ну, Антукаев вырос в золотом квадрате. И вряд ли он когда-нибудь вообще хоть что-нибудь в своей жизни видел. Потом в Швейцарию уехал. Ну, то есть человек вообще абсолютно не шарит. Люди, которые владеют русским языком, априори, они привилегированы перед тем, перед тем. И никто не обвиняет... Это not fire game. Да, но в то же время ты не можешь обвинять человека в том, что он пытался выживать. Что он когда-то отдал, в 70-е отдал своего сына в русскую школу, потому что в 70-е, если ребенок не учился в русской школе, у него не было будущего. Это тоже вопрос выживания. Да? И нам нужно друг с другом найти общий язык, а не все время ругаться. И как бы и те правы, и этих... Ну, как бы мы должны друг друга понять и объяснить, попытаться, а не просто стоять и как собачиться. Мы же все-таки в одной стране живем. Мы настолько сейчас разные, что мы как будто две разные национальности. Это тоже меня пугает. И пугает то, что... Но я бы хотела, чтобы русскоязычные тоже обратили внимание на эти проблемы и тоже об этом начали говорить и защищать. Не защищать, а просто понимать, что они есть. Война... Вот. Про это, мне кажется, тема должна быть. Ты согласен с этим? Чтобы там завтра не надумали люди. Абсолютно. Нет, если не согласны, скажите, типа давайте поразгоняем. Нет, ты все верно сказала. И про то, что так сложилось, и про то, что тут... Тут и те правы, и эти не неправы. Ну, все, да. Жизнь, жизнь, да. Просто нужно с пониманием, опять-таки, да, с добротой ко всему этому. Сейчас происходит просто хаос, и когда хаос люди не знают. Для этого и нужны журналисты, для этого и нужны такие вещи, как типа в том числе там Замандас, да? Потому что нам нужен какое-то место, где мы будем проговаривать вещи, которые болезненные и каждый день нам мешают жить, но мы как будто не говорим об этом. Вот. Мы как-то, типа, вот такой... Пытаемся вместе выработать какое-то решение через срач, ну ладно, но пытаемся, нет? Пришла она Замандас, такая пришла, бедность плохо, быть злым плохо, быть добрым хорошо, и абсолютно никто не найдет причины меня заканцелить после этого, или вас. И вы такие, да, доброта — это классно. Нужно быть добрыми. Все. Если люди хотят таких вещей, тогда, типа, пусть не удивляются, потому что что-то такое острое, оно всегда задевает. Очень много струн задевает, и чувствительность проверяется на таких вещах. Да. Хороший комментарий, плохие комментарии. Сори, что я загрузила, если я кого загрузила, простите, пожалуйста, я старалась быть... Не, мне кажется, все равно классный бы получился. Класс, тем не менее. Не знаю, возможно... Все, да. Да, до следующего эпизода. Не-е-е. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok